Всем добрый день! Сегодня у нас очередная распаковка, в этот раз связана с электроприборами, а более конкретно измерять их мощность и соответствует данная мощность тем характеристикам, которые представлены на этих электроприборах. И в том числе и мониторить потребление электрической энергии, в зависимости от того, какой вы электрический прибор будете проверять на потребление электрической энергии. В данном случае пришел ватметр электрический, который позволяет измерять мощность и соответственно накапливать значение в том, чтобы определять окончательную стоимость. Бралось это все на Алиэкспресс, доставлялось это со склада Российской Федерации, поэтому пришло достаточно быстро. В течение 7 дней на этот раз выступала поставщиком Почта России, но ей не удалось особенно помять, ввиду того, что сам прибор он твердый и находился в упаковке. Причем никаких дополнительных упаковочных материалов не было после того, как достали из доставочного пакета, вот что находилось внутри. Итак, давайте вскрывать, смотреть, что из себя представляет этот ватметр электрической энергии. Возвращай часть потраченных денег с кэшбэк-сервисом Letyshops. Установи расширение для браузера, чтобы отследить динамику цены и найти товар по самой низкой, выбрать надежного продавца и вернуть кэшбэк в один клик. Letyshops. Вот что из себя представляет упаковка, обычный пакет, не знаю почему нету соответствующего упаковки. Написано только вот, ну ясно, что здесь представлена вилка для европейских стран. Ну и вот что здесь, если по значению кто знает китайский, может прочитать, ну либо воспользоваться QR-кодом. Вот такой вот приборчик, расположенный вот в таком пакете. Давайте вскроем, все тут достаточно быстро вскрывается и смотрим, что он находится у нас внутри. А внутри у нас находится, ну тут упаковочный элемент, чтобы не мешал, уберем его. Все равно упаковки нету. И в данном случае представлен такой вот прибор и представлена инструкция по эксплуатации. Единственное, минус, все это на английском языке. Поэтому, кто не знает английский, пользуется, как обычно у нас Google-переводчиком. Наводит камеру и вам сразу же все это дело переводят. Продемонстрируем. Тут можно часы устанавливать и так далее. Настраивать различные дни недели и тому подобное. Вот как здесь даже определяет определенные элементы. И что из себя представляет, то есть рассчитано от нуля секунды до практически до 10 тысяч дней. Мощность ваттах меряет от нуля также до 10 тысяч. Здесь также меряют вольты также от нуля до 10 тысяч без единицы. Амперы меряют тоже от нуля до 10 тысяч, как вы видите на этом рисунке. Ну и ввиду того, что поставляется в разные страны, наш европейский вариант, который здесь представлен, рассчитан на 230 вольт 50 герц, на 16 ампер и максимальную нагрузку 3680 ватт. Которые можно подключать к этому приборчику. Причем, чтобы у вас сохранялись какие-то данные, в случае, если у вас электричество нестабильно работает и отключается, то для сохранения данных здесь требуется две батарейки типа LR44 или IG13. Двойная маркировка еще раз LR44 либо IG13. Ну вот такая вот инструкция. Кто зафиксировал, тот зафиксировал. Ну либо в последующем воспользуйтесь и посмотрите. Дальше здесь еще есть в комплекте какая-то пластиковая штучка, которая позволяет исполнять. Ну, скорее всего, для этой кнопочки, для сброса данных, нажатие на нее, вот есть специальный как-то стилус, либо это упленитель кнопки. Так, что из себя представляет приборчик? Вот он такого типа здесь представлен. Здесь есть кнопки, которые позволяют часы настраивать. Дальше настраивать различные параметры. Стандартное гнездо для установки того оборудования, с которым вы будете в дальнейшем применять данный приборчик и измерять различную мощность данного прибора. Вольтаж, который он потребляет, ну и так далее. Там амперы, силу тока и тому подобное. Здесь также расписаны характеристики. Вот здесь вот, судя по всему, вставляются батарейки и аккумуляторы, о которых я говорил для того, чтобы у вас зафиксировались значения в поставке, как таковых не идет. Потому что нажимаю я на кнопки и никаких действий на экране мы не видим. Есть, кстати, пленочка, экран защищающая. Тоже благодаря этому не разбились вся этот экран при транспортировке Почтой России. Вот такой вот приборчик. Ну и давайте посмотрим, что он может сделать. Сейчас мы это все дело подключим и давайте посмотрим. Для этого воспользуемся удлинителем. Вот у нас отображаются уже параметры, идет время, с которым она замеряет. Но в данном случае у нас не подключен ни один прибор, поэтому 0 Вт. Сейчас у нас в сети 225 Вольт, даже 226, как вы видите. 50 Гц. Дальше, сила тока, ввиду того, что нет прибора, она пока не меряет. Так, дальше, здесь есть еще и косинус. Он, соответственно, меряет, но ввиду того, что приборчик не подключен, соответственно, пока у нас все идет дело по нулям. Дальше, определяет максимальный максимум потребления в Втах. Амперы максимальное определяет. И определяет счет перегрузки, если превысит ваше оборудование потребление в Втах выше 3680 Вт. Как вот здесь вот продемонстрировано. И давайте вот проверим некоторые оборудования. Ну, здесь и самое простое оборудование. Здесь можно мерить компьютеры, системные блоки, как они потребляют в простое. То есть, обычная нагрузка, либо когда у вас компьютер, либо системный блок нагружен по полной. То есть, процессор работает на 100% и так далее. Все то оборудование, которое стоит в системном блоке. Ну, то же самое и для ноутбуков. В данном варианте давайте мы сейчас проверим. Вот две идут лампочки. Сначала первую проверим, которая приобреталась здесь, в Российской Федерации. Эта лампочка Supra на 230 Вольт, 50 Герц, она выдает у нас 6 Вт. Ну, должна. Да, еще один момент. Эта лампочка, она эксплуатировалась. Не знаю, видно, не видно. То есть, эксплуатировалась. Поэтому прошло определенное время. Возможно, что некоторые светодиоды прошли деградацию. Ну, посмотрим. Должно 6 Вт быть. Сколько получилось, столько и получилось. Для этого воспользуемся, давайте, стандартным патроном, в который вернем нашу лампочку. И есть у нас, соответственно, вилка, в которую мы вставляем данный прибор. Так. Плохо, что, конечно, у нас все свернуто. Так. Вот у нас загорелась лампочка. Как мы видим. И сейчас у нас отображается на экране, что у нас мощность потребления составляет 4,5 Вт. Как мы видим на нашем дисплее. Подается 224 Вольта из розетки. Ну, как говорил, 50 Герц. Дальше 0,63 мА. Дальше косинус у нас составляет 0,32. Максимальное потребление у нас составило, это лампочка, 4,6 Вт. Максимально у нас 63 мА. И максимальное значение Вт мы не превысили. Так, вот такие вот значения мы получили для лампочки Супра на 6 Вт. Мы определили, сколько потребляет данная лампочка в обычном режиме. И давайте вторую лампочку проверим. Она уже без имени. Пришла из Китая. Вот она такого плана. Данная лампочка в виде лепестков. Предназначена для гаражей и тому подобное, чтобы лучше освещались ваши техники. Можно использовать по первому приближению, когда только въехали, ну и в квартирах. Да, и показано, что эта лампочка рассчитана на 38 Вт. То есть 38 Вт должна выдавать. И написано там режим переменного тока, который он действует от 85 до 265 Вольт переменного тока. Дальше цветовая температура 6500 Кельвинов и 50-60 Герц должно быть в сети. Такая вот лампочка прикольная. Ну, для гаража самое то. Так, ну и давайте проверим, как эта лампочка нам выдает 38 Вт. Для этого опять воспользуемся стандартным патроном. Вкручиваем лампочку. Вставляем вилку. И вот у нас лампочка светится. Видите, да? Светится. Но демонстрируется нам то, что у нас потребление 20 Вт. Ну, практически в два раза меньше, не 38 Вт. Заявленное, а всего 20. И давайте так же. То есть 221 Вольт сейчас у нас демонстрирует. Дальше 50 Герц в сети. Так, уже 128 мА или 0,128 А. Дальше у нас косинус вот такой. Получается 0,69, 0,68. Ну, 0,69 прыгает. Максимальное, что мы могли получить с этой лампочки вместо 38 Вт, только всего 2,2 Вт. Дальше максимум ампера это 133 мА или 0,133 А. Ну и опять перегрузки у нас не было. Мы не превысили максимальное допустимое для данного прибора. Так, и в данном случае у нас 19,3 Вт. Ну и вот этот приборчик достаточно хорошо демонстрирует потребление прибора. Даже иногда можно выигрывать споры, если вам продавец продает лампочку на 38 Вт. А на самом деле у вас всего лишь в два раза меньше происходит свечение этой лампочки. Я вам продемонстрировал прибор, измеряющий ваты потребления электрической энергии. Помимо этого он еще может измерять вольты, герцы, косинус. Дальше максимальная и минимальная силу тока потребления, также мощность потребления, ну и так далее. Сразу же хочу сказать и оговориться, что данный прибор не зарегистрирован в Российской Федерации как средство измерений и не прошел по верху. То есть по сути это стандартный бытовой прибор по типу градусника, который вы используете, например, снаружи, когда определяете какая температура наружного воздуха. И при определении этой температуры вы не предъявляете претензии гидрометцентру о том, что по вашему градуснику на 2 градуса больше должно или меньше, а гидрометцентр предсказал другую температуру. То есть для этого существуют соответствующие приборы, которые зарегистрированы в реестре средств измерений. Прошли проверку, показания вот данных приборов, то есть они принимаются и в судебных, ну и тому подобных спорах, как вариант возмещения того или иного случая. Итак, я вам продемонстрировал прибор, который замеряет потребление мощности электрических приборов. Помимо того, что замеряют, он еще может и регистрировать в течение определенного времени, о котором мы в самом начале говорили, для того, чтобы вести так называемый технический учет. То есть выявить, например, какие у вас электроприборы потребляют больше, какие меньше, ну и тому подобное. Там с какой-то долей погрешности, которая отличается в большую сторону от эталонных приборов. Каждый делает свой осознанный выбор. Я свой осознанный выбор сделал, информацию предоставил вашему вниманию. Выбор только за вами. Всем спасибо за внимание. Кому это было полезно. Всем удачных покупок распаковок. До следующего видео. И до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok